... теме мотивация, развитие мотивации и познавательного интереса к изучению испанского языка. Потому что это краеугольный камень. И второй иностранный язык не может изучаться вот как бы с такой чисто академической, с чисто академическим подходом. И я всегда прошу вас помнить о том, что всё-таки, да, уроки обучающие, обязательно познавательные, но прежде всего, задача номер один – это развитие мотивации и познавательного интереса. Потому что, к сожалению, ну, не будем о самом больном, но тем не менее понятно, и с точки зрения здравого смысла абсолютно очевидно, что на уроках иностранного языка второй иностранный можно поддерживать только благодаря большому интересу как самого учителя, так и учеников к испанскому языку как таковому, к испанскому миру, к жизни в огромном испанском мире, ко всем реалиям, ко всем страноведческим особенностям всех стран испанского языка. Поэтому я всегда призываю, прежде всего, думать о том, как предоставить ученикам самые индивидуально, личностно ориентированные, активные, современные последние материалы. И вот сейчас, к сожалению, наша тема очень очевидна, потому что Испания в отношении коронавируса, о чём мы сейчас будем говорить, уже далеко зашла, и, так сказать, не дай бог, если Россия придётся у нас, наша ситуация в России будет развиваться по тому же сценарию, но, тем не менее, Испания показывает великолепный пример того, как можно, как следует вести себя в очень жёстких условиях развивающегося заболевания, развивающейся пандемии, которая в Испании очень зашла далеко. Как вы знаете, Италия, Испания, к сожалению, очень большой процент населения имеет заражённым коронавирусом. И сейчас мы поговорим об испанских реалиях, потому что я уверена, что ребятам будет интересно. И вам, как учителям, я вас очень призываю к тому, чтобы в это трудное время, я понимаю, что очень сочувствую учителям, которые вынуждены по основным предметам школьной программы готовить своих ребят к ЕГЭ, к каким-то серьёзным экзаменам, потому что, понятно, на уровне средней школы дистанционка – это очень-очень непростой вариант, особенно для учителя, который реально должен вывести учеников к каким-то серьёзным экзаменационным испытаниям. Но для второго иностранного – это период, когда, я думаю, вам стоит прежде всего сосредоточиться на поддержание именно вот этого познавательного интереса учеников, предоставляя им, и ещё раз повторю, личностно ориентированные материалы. Поэтому я рекомендую вам прежде всего материалов богатства, как в самом курсе Маньяна, он перенасыщен, и признаю честно, перенасыщен материалом. Но это не наша ошибка, а это подход в том смысле, что такое разнообразие огромное групп и учеников, которые занимаются, изучают испанский язык в качестве второго иностранного, что для каждого это нужно было бы несколько десятков учебников выпускать, если чётко, конкретно ориентироваться на особенности каждой группы учащихся, каждой школы, где даётся этот предмет. Потому что не секрет, мы знаем, есть школы со вторым иностранным, где и два часа, и даже три часа, ну это вообще роскошь, но тем не менее, этим директорам можно поставить памятник, но бывают такие школы. И там совершенно другой объём, который можно успеть дать ученикам. И есть школы таких, я, к сожалению, боюсь, большинство, где второй иностранный имеет один час в неделю, и здесь говорить о каком-то серьёзном изучении, подготовке к каким-то экзаменам, экзаменам, невозможно, потому что это противоречит элементарному здравому смыслу. Поэтому вы меня извините, но когда я читала, да, я помню, у нас были такие вопросы, типа, как перестроить преподавание и второго иностранного языка с двух часов на час в неделю без потери качества. Это непрофессиональная формулировка, невозможно сделать как можно. По-моему, я уже, не помню, говорила, это на наших встречах или где-то ещё упоминала. Это всё равно, как сказать, как можно перестроить человека с двух рук на одну без потери качества его жизни. Это просто невозможно и несерьёзно. Поэтому, но вот реалии таковы, и мы, я повторюсь, что если испанский язык, как второй иностранный, даётся в качестве одного часа в неделю, то здесь, да, самое главное – это поддержание мотивации и познавательного интереса с помощью любых средств. Прежде всего, личностно ориентированных материалов. И вот здесь продолжим наше, так сказать, знакомство с той темой, о которой мы начали разговор. Здесь я должна сказать, что прежде всего уже Королевская академия чётко сформулировала, какие правильно пишутся слова. Вот мы видим здесь «Ла графия рекомендада COVID-19», «Сустантиво антикоронавирус», «Кому се скрибе на палавра». «Es muy fácil aprender la palabra cuarentena», потому что она очень похожа на российский, на русский термин «карантин». Это всё слова очень схожие, и поэтому легко лексический материал. Вот здесь вот как бы напомните ребятам, можно напомнить, как образуются слова, систему словообразования. Вот здесь «куарентена» – это уже новинка, что серьёзно уже вошло в язык, слово, глагол «куарентенар». Но таким же образом, как «биография» – «биографиар», «баталья» – «батальяр», «энтревиста» – «энтревистар». То есть вот в последней редакции нашего учебника метода мы по соответствии со стандартами вставили и как бы большие такие развернутые темы по словообразованию. Хотя, как я уже говорю, конечно, если группа таких лингвистов будущих, такие школы тоже у нас есть, которые увлекаются именно препарированием лингвистической структуры, будущие филологи, которые заинтересуются словообразованием, грамматикой, функционированием структуры языка, конечно, это будет для них интересно. То есть для таких групп у нас тоже есть материалы. Но говоря, так сказать, об общих интересах, о том, что может заинтересовать вообще ребёнка соответствующего возраста, который сознательно смотрит на российскую жизнь и хотел бы узнать, что происходит в этом отношении в Испании, мы видим, здесь можно предложить такую лексику. Материалы испанские очень обильны сейчас в интернете, на сайтах всех министерств Испании. И Министерию де эдукационной формационной профессиональной, который здесь представлен у нас в России и имеет свой ресурсный центр в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот с ребятами можно разобрать подобные картели. Это основная такая картель, посвящённая борьбе с вирусом в Испании. Эсте вирус ло парамус унидос. Ло парамус унидос. Кому ло парамус? Вот здесь с детьми можно как раз посмотреть, к чему призывает Испания администрация. Ло парамус, если не ты конфиас. Не ты конфиас в различные ложные слухи, различные... Не проведёшь себя легкомысленно, скажем так. Ло парамус, если ты ментализас, что не будет легко. Действительно, борьба трудная, долгая и серьёзная. Ло парамус cada vez que te lavas las manos. Понятные структуры для ребёнка. Это первое требование, номер один, казалось бы, такое элементарное, но о котором говорят во всех странах, учат снова и взрослое население детское. Ло парамус, когда te reúnes por videoconferencia. Вот этого у нас ещё нет, но, тем не менее, рекомендуется, в школах уже есть, так сказать, дистанционное обучение. А в Испании это уже основная форма общения между всеми. Ло парамус, если ты quedas en casa. Болезненная тема в Испании сейчас. У нас пока, к счастью, этого нет, но я боюсь, что мы скоро тоже перейдём, можем перейти на этот этап. Ло парамус, если выезжаешь, только когда это неизбежно, неизбежно, обязательно. Ло парамус, если выезжаешь в угарных, многочисленные, ло парамус, когда не выгодишь информацию falsу, ло парамус, если вы помогаете, и делаешь дело к нашим профессиональным санитарям. Делаешь дело, слушаешься, выполняешь указания, очень хорошее выражение, которое у нас появилось, но с ребятами, конечно, нужно обращать внимание на такие вещи, когда они мелькают. Ло парамус, когда конфиас, en que vamos a superar esto. Приглашение к тому, чтобы соблюдать оптимизм и надеяться, что vamos a superar esto. Это плакат, который очень хорошо может послужить в частности для еще раз или отработки, или повторения темы рациона кондициональной, например, типа si viajas, si evitas, si ayudas и так далее. Одна из основных тем грамматических нашего метода. Дальше. Следующий плакат. ¿Qué les digo a niños y niñas sobre el coronavirus? Вот здесь надо отдать должное испанцам. Они очень четко рекомендации на все случаи жизни расписывают. Всю основную информацию вот здесь можно как раз уточнить в себе в курсе cuándo, dónde se descubrió el coronavirus. Se descubrió en China en diciembre de 2019. ¿Qué síntomas tiene? Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, sensación de falta de aire. Вся лéxica тоже, которая входит в наши лексические vocабularии. Recuerden que está en su poder protegerse. ¿Cómo se protege? Otra vez. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser y estornudar cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo. Con el codo. Сейчас это тоже уже все знают как правильное это делать. El codo o con el pañuelo desechable y tiralo a la basura. Полезna. Хорошa léxica. Ребята все это могут понять. Evita tocarte. ¿Qué hay que evitar? Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. ya que las manos facilitan la transmisión. Las manos способствуют передаче. Si te encuentras mal avisa a un adulto. Очень хорошие четкие требования которые как раз легко понять y хорошо помогут повторить и проработать и еще раз на лексику тьма 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 рекомендaciones para aislamiento домисiliario в лекар в лекар из лекар о дейс на суще лексика по рекомендaciones ке де ве витар ла персона до л а л а а а витар ке дебе витар ла персона витар залив до л а витар витар дистанци с менор и доз м м витар витар а с домиси и а а а Вот здесь всё это расписано и можно ребят попросить кратко найти эту информацию и изложить. ¿Cómo debe mantener su habitación? ¿Qué debe tener en su habitación la persona autoaislada, que está en autoaislamiento? Я так понимаю, что презентация будет потом доступна для желающих, и вы можете это всё использовать, материалы, потому что дальше у нас ещё будет много материалов, доступных по этой теме, и для самих учителей, и для ребят. Но вот сначала говорим о теории вируса. Итак, ¿Cómo proviene el contacto? Limpiesa. Limpiesa у нас периодически возникает на разных уровнях, более-менее углублённо, и помощь по дому, и уборка, и всё. Итак, вот здесь посмотрите, use imperativo, очень хорошо, вот здесь тоже можно отрабатывать. Здесь на устье, тапесе, альтосер и estornударь, кон у пануэлло депапель, тире ель пануэлло депапель, лавесе ласманус, кон агуа и хамбон, не поместо утенциал, растил,olla, столбура, замп demás или ласка, используйте лавава глина или водку, и спина не сё Toy Keула. Домой кокрузе ласку от 10-90 градусов не огрpha 90 градусов. Очень четкие, подробные описания для того, чтобы отработать лексику по уборке, поддержании чистоты и так далее. И здесь можно как раз, ну, то, что, к сожалению, вот у нас пока еще так подробно не расписывается, очень четкие инструкции на все случаи, на все ситуации, случаи жизни. Для научных каких-то ребят, которых интересует более научный аспект вируса, можем уточнить, cuánto tiempo puede sobrevivir el virus COVID-19 и sobre diversas superficies, поверхностей. Вот в разных ситуациях, как долго может этот вирус выдержать, это все у ребят, как можно сравнить, спросить конкретно какие-то предметы, из определенного материала, сколько, может, вот на, un tenedor, por ejemplo, un cuchillo, acero inoxidable, dos, de dos a tres días. То есть можно обсудить эту тему для тех, кому это будет интересно. Вы лучше знаете ваших ребят и сможете лучше сориентироваться, что может привлечь больше интереса. Научный анализ данных по COVID-19, по вопросам гигиены, мытья рук, уборки и поддержания чистоты дома. Надо отметить, что сейчас испанский интернет, и вот здесь я привожу один из самых распространенных плакатов, которые призывают к самоизоляции, к тому, чтобы таким образом прекратить распространение инфекции. Это очень эмоциональный, очень такой, мне кажется, трогательный плакат, который действительно сейчас очень популярен. И испанцы много говорят о том, что вот сейчас у нас tenemos la única oportunidad de salvar el mundo sin levantarse de tu diván, sin levantarte de tu sofá o tu diván. Такой юмористический аспект тоже можно наблюдать в отношении к таким довольно суровым условиям самоизоляции в доме. Я даю теперь вам различные ссылки, материалы на то, чтобы, так сказать, ориентированы на различные интересы, на то, чтобы не только поддержать интерес ребят, дать предложить им различные материалы. Конечно, если вам выпадает доля дистанционного обучения, здесь во втором иностранном можно также сейчас сделать довольно большой акцент на развитии чтения, предложить материалы, поиск различных материалов в интернете. Благо, это такое огромное море, но я всегда приглашаю вас канализировать, скажем так, эти материалы для того, чтобы ребята не наткнулись на какие-то несоответствующие их возрасту сайты. Вот надо отметить, здесь есть ссылка, например, в газете «El país», «El mundo» предлагают огромное количество подборок материалов для разных возрастов, для тех, кто проводит время дома. И вот здесь «ディверсión para los niños», я se dan cuenta los padres, que cuesta, cuesta, стоит, очень тяжело, это вот cuesta, mantener entretenidos a los más pequeños, вот, предоставить развлечение самым маленьким. И поэтому здесь им предлагается, например, «Los titiriteros de Binefar». Но это компания, я бы сказала, цирковая, можно сказать, клоунада их содержания театральных выступлений. Но, тем не менее, компания театральная Арагонеза. Каждый день публикают видео в директе для детей. Которые читают, читают поэмы. Это детям можно предложить ознакомиться с этим. Тех, кого интересует, вот такой цирковой, клоунады, веселые, забавные, комические материалы. Фабрика де Параулес. Ун коллектив артистико де Аликанте тоже. Каждый день готовят новые сказки. Йосой Ратон. О консьерто пара лусмас пекенёс. Это материалы для маленьких совсем, примария или начальный, пятый, шестой класс. Когда просто актёры читают сказки, пишут песенки, развлекают ребят. Можно попросить их указать, например, «Qué les gusta», «Qué les parece más interesante», «Qué cuento les parece…» «Les parece que vale la pena escuchar». Дальше. Следующие материалы. Вот это как раз театральная компания «Titeriteros de Binefar», которые предлагают ребятам в Фейсбуке целую страничку свою и предлагают большое количество материалов. И учителя. Я тоже всегда говорю, что эта проблема для учителя второго иностранного поддерживает свой уровень, достаточный уровень языка, свой собственный. И вот здесь я очень рекомендую вам даже на свободное время или при подготовке уроков посмотреть отдельные материалы. И вот здесь наиболее любопытно, чтобы вы сами знали, что может понравиться вашим ребятам, и чтобы вы могли их спокойно, с чистой совестью порекомендовать и самим познакомиться с новыми какими-то интересными сказками, материалами, песками, стихами для детей. Ещё вот ссылка. Это на любителей чтения «Cuenta cuentos». Это такая специализация актёрская в Испании, даже не знаю, как это назвать по-русски. Рассказчик, ну вы понимаете, рассказчик сказок. Это как Наррадора, не только Наррадора, но и «Cuenta cuentos», который работает с детьми и специализируется на рассказывании сказок детям. Очень действительно интересные сказки, забавные, но это для малышей. Следующий раздел – это для любителей готовить. Здесь огромное море материала тоже. И я думаю, нашим учителям тоже будет интересно. Это вот просто я предлагаю совершенно маленькую страничку. Вот там ссылка есть на эту страницу. Это было всё указано. Вот здесь, если вы выбираете на «Yo me quedo en casa» «Cofinando» можете ввести просто «Yo me quedo en casa». Это, вы видите, хэштег в Испании сейчас очень популярный, потому что под ним развешивают огромное количество материалов для того, чтобы как бы себя занять во время карантина и изоляции в доме. «Yo me quedo en casa» «Cofinando» – вот здесь очень хороший проект, который раскрывает большое количество секретов подготовки самых разных блюд испанской кухни и международной. И когда вы продолжаете, так сказать, вот выбираете какого-то отдельного повара, отдельного шефа внизу, что мы видели, вам открываются их личные странички уже с настоящими рецептами, с их собственными фотографиями. И вот здесь тоже ребята могут познакомиться с профессией шеф-повара. Надо сказать честно, что это в Испании одна из топовых специальностей. Но вот сейчас, к сожалению, время не очень для услуги, для сервиса и для сферы услуг, в частности для ресторанов. Но в Испании это очень большая сейчас сфера, которая очень активно развивается, я имею в виду в целом. И для будущего будет очень интересно познакомиться с профессией шеф-повара и с новыми какими-то рецептами. Это для любителей вот этих отраслей. Следующая сфера там же, в Депорте, вот тоже в Эль Паис, в Эль Мундо. Вот это, по-моему, объяснение я сейчас вот то, что вам даю, это в Эль Паис. Но, тем не менее, вы видите, что Facebook, Instagram предлагают огромное количество испаноязычных программ спортивных, самых разных направлений. Пожалуйста, порекомендуйте вашим детям и займитесь сами. Спасибо. Слушать уже испанских тренеров – это уже большой прогресс. Я уверена, что они смогут многое подчеркнуть из этих прекрасных программ, как в плане языка, так и в плане здоровья. Вот это просто одна из маленьких иллюстраций к тем ссылкам, которые были. Я уже даже не помню, кто из тренеров. По-моему, это был Yomemuevo Enkasa в Инстаграме, но не уверена, потому что все странички очень активны, и вы видите, каждый день обогащаются новыми материалами. «Ejercicios cambios en casa», «Cuatro consejos de salud en cuarentena», и все описывается, «Movimiento al menos cada 60 minutos», «Llamamientos a moverse más», «Ejercicios básicos para tu rutina en casa». «Rutina» – это как бы рутинное, обычное упражнение в доме. «Intercambios de ejercicios», то есть огромный пласт материалов в этой сфере, в сфере интереса к спорту, к различным самым видам спорта, и если ребят заинтересует эта тема, замечательно. Например, что касается любви к животным. Вы знаете, в Испании сейчас разрешено выводить животное только одному человеку. «Но се пуэде сакара лос перрос», то есть даются как раз рекомендации по выгулки сабак. Ребятам тоже, любите ли животных, я уверен, есть катурам будет интересна с этим познакомиться. Ребятам. Ребятам. Вот здесь, смотрите, ребята, кто реально интересуется этой темой, будет любопытно узнать, насколько внимательно в Испании хозяева убирают за своими домашними животными. И сейчас их призывают еще раз. «Ун ботэ я де агуа кон де терхэнте» с порошком, со средством для стирки. «Пара лимпиар ла орина», орина вы знаете, да, мача. Не путайте ни в коем случае, а арина с аче – это мука. И «больса пара лас эсэс», но эсэс понятно, что такое, есть то, что нужно собирать за собачкой в пакетик и выбрасывать в соответствующее место. То есть вот это все тоже будет любопытно еще раз проанализировать, я тем, кто не знает. Очень большой проект и очень интересный «Сарса», который я хочу вам предложить и призываю всячески, но это уже для более старшего возраста, для серьезных, более продвинутого знания испанского языка, потому что, может быть, даже самим учителям я вам рекомендую обязательно посетить это место, этот проект, познакомиться с ним, потому что это «Сарсуэлла». Вы знаете, надеюсь, что «Сарсуэлла» – это такой традиционный жанр музыкальный в Испании, очень похожий на оперетту. Но «Сарсуэлла» – это чисто испанский традиционный жанр, который сейчас, ну так же, как, в общем-то, оперетта, считается несколько архаичным и несовременным, поэтому молодежь им интересуется мало. В Испании он очень распространен, есть классические такие театры «Сарсуэлла», где прекрасно можно посмотреть очень интересные спектакли, живые, полные музыки, полные красивых костюмов. Но вот молодежь решила, группа молодых актеров, певцов, музыкантов, решила оживить и модернизировать «Сарсуэлла». И начали этот проект с «Сарса», и предлагают это вниманию всех молодых людей. И с точки зрения изучения испанского языка, это удивительный источник, как страноведческих любопытных материалов, так и очень полезный для языка, для поддержания, для развития, перфекционаменту. Потому что не только, так сказать, можно прочесть и познакомиться, вы видите, очень живые молодые ребята, которые прекрасно относятся к постановке театральной, великолепные предлагают театральные постановки, но классику «Сарсуэлла» они ставят, поют, разыгрывают представления и приглашают на них молодую публику. Но у них можно познакомиться и увидеть на сайте реально спектакли. Причём спектакли развернутые, снятые, длительные, где-то под два часа видео, где вы видите не только само выступление, снятое великолепно, с прекрасной музыкой, где ещё есть бегущая строка с текстом на испанском языке. То есть вы в любой момент можете остановить это представление и прочитать то, что говорят, то, что поют в этот момент артисты. Но ещё в этом видеоряде вначале даётся встреча с режиссёром, который на прекрасном испанском великолепно всё это слышится, потому что прекрасное произношение, как прекрасно поставлен актёрский голос. Он чётко рассказывает об этом проекте, как заинтересовалась молодёжь с арт-стуэлой, и насколько это важно для Испании поддержать это традиционное искусство сейчас на новом этапе и привлечь молодёжь к этой теме. И потом в конце идёт встреча актёров, которые принимали участие в постановке, с зрителями. А зрители как раз – это старшеклассники, школьники последних, бачильерату испанского, то есть это, вы знаете, где-то аналог 10-11 класса, которые задают очень живые современные вопросы, и идёт общение, интервью с актёрами, занятыми спектаклем. Единственное, хочу предупредить, в их спектаклях почему-то в записи, когда вы можете их прекрасно посмотреть на компьютере, но вначале не пугайтесь, минут 10 стоит заставка, буквально 10 минут, но из двух часов это можно потерпеть, я не знаю, почему они так сделали, видимо, потому что это всякие спонсорские средства и государственный бюджет, то есть у них заставка очень большая, которая держится буквально 10 минут, не пугайтесь. Потом начинается спектакль, и прекрасная съёмка, великолепный звук, всё это очень хорошо, можно использовать и на уроках, и рекомендую учителям, и для ваших учеников. Можно, я понимаю, что это сложно понимать для ученика второго иностранного, конечно, можно задать самый элементарный вопрос, стимулируя их к просмотру, например, «кому се ляман лос протагонистас деста Сарсуэлла?» «кому се ляман лос протагонистас?» Это уж они чётко поймут, потому что я говорю, что там и бегущая строка текст, и очень чётко и прекрасно говорят, есть элементарные фразы, которые вполне доступны и ученику второго иностранного. И, например, там на уровне «кактор, ке актристе интереса?» «Те парэссе мас профессиональ?» «Те парэссе мас интересанте?» «Ке те густа мас?» Вот там действительно их заинтересует, потому что прекрасно, настолько это живо разыграно, что просто очень трудно оторваться. Я уверена, что вам тоже это понравится. Сарсуэлла вообще сейчас одна из очень активно и, так сказать, рекламируемых тем, потому что это с точки зрения страноведения, конечно, очень интересный вариант испанского искусства, такой специфический, чисто национальный. И вот здесь в Ютубе тоже в разделе «Eventos de la compañía Yo Macado en Casa» можно найти много интересных фрагментов, но это уже фрагменты, это оперетты, это оперные арии. Поэтому это может заинтересовать только ребят, которые реально интересуются музыкой и способны послушать оперетту или оперу на иностранном языке. А вот предыдущий вариант намного живее. Еще один интересный источник, который я вам очень рекомендую, это уже «El Mundo». У них есть раздел целый «Sapos y Princesas», то есть вот эта вот строка, которая вводится в поисковике, адрес того ресурса, который я вам представляю. «Sapos y Princesas Slitna.elmundo.es». И вот здесь огромный ресурс «Consejos e Ideas para la Cuarentena. Quédate en Casa». И вот благодаря этому ресурсу действительно мы получаем огромный, преподаватели испанского языка, получаем огромный ресурс великолепных материалов дистанционных, которые прекрасно дают возможность развить навыки и аудирования, и чтения, и просто вот то, о чем мы с самого начала говорим, замотивировать и пробудить познавательный интерес к испанскому языку. Здесь чего только нет, вы увидите здесь и планы «Sensalir de Casa», и аппликационes, и juegos, и todo tipo de manualidades, и todo tipo de monumentos españoles, viajes por España a distancia. Даже есть, как вы видите, вот такой дневник, организацион «Yo me quedo en casa», его можно скачать, el cuadernillo de las actividades, можно попросить учеников, например, заполнять такой cuadernillo. Здесь действительно очень много чётко таких вот расчерченных заданий. Вот посмотрите. И лексика прекрасно перекликается, как раз соответствует тому лексическому компоненту, который у нас в методе отражён. «Yo me quedo en casa», «organización». Вот это вот как бы первая портада, первая страничка этой квадernillo, и там идёт целая, ну, это маленькая квадernillo, поэтому не пугайтесь. «Horario de las pantallas», всё очень выверено, то есть ребят просят чётко соблюдать время пользования экраном, и также можно познакомиться с другими активidades, которые предлагаются. То есть, я хочу играть на карты, aprender на tocar инструменты, делать на construcción, пить на кадре, приготовить на áлбуме для фотографий, escriбить на карты у друга, поговорить с моим братом, дать на бессе на моих родственников, делать на видео-классе на моих родственников, приготовить на съемку, делать на тендах, То есть такие consejos и рекомендации, что же ребятам было бы интересно сделать из этого списка. И другая тема, на первой. То есть вот здесь дается и по дням недели, можно отметить, какой день недели. У нас даже был подобный активидат в методу есть. Но здесь, конечно, это более расширено. И все это как раз для начинающих. Я понимаю, кажется, что ребят ничему невозможно научить за час. Я не совсем понимаю здесь вопрос, но здесь все ресурсы, которые я предлагаю, и вот эти материалы, они все имеют бесплатный доступ. Да, с испанским языком очень много материалов, которым требуется плата. Но надо честно сказать, что если вы ищете бесплатные материалы, я уже столько раз говорила, и вот меня всегда умиляют вопросы учителей. Где вы находите материалы, я их не нахожу нигде. Просто если вы активно используете такие обычные повседневные ресурсы, как Pinterest, Facebook, Instagram. И если вы ищете в нем материалы по-испанскому, как иностранному, по ключевым словам, не просто вводя Espanol Lengua Estranjera, а ¿Qué trabajas? ¿Qué haceres de casa? ¿Cómo ayudar a los padres? То есть тематика детская, та тематика, которой вы интересуетесь в этих программах, ее вам начинают предлагать. И это такое море, необозримое материалов, что потом вы просто, дай бог, так сказать, отсеять то, что вам подходит индивидуально для ваших учеников. Кроме того, надо честно сказать, что все-таки второй иностранный должен опираться на первое. Это понятно с точки зрения здравого смысла. Я когда-то вначале тоже очень всегда ограничивала учеников, отсекала все незнакомые слова, какие-то обороты. Но теперь я прекрасно вижу на опыте, опыт показывает, что у ребят должен быть челлендж, должен быть этап предвидения. То есть их нужно подталкивать, конечно, мягко, здесь очень, очень, как бы, нужно соблюдать баланс, чтобы не загрузить их сразу чем-то слишком сложным. Но, поэтому я еще раз говорю, это индивидуальные материалы. Второй иностранный, я не знаю, к сожалению или к радости, но это предмет, который требует очень жесткого индивидуального настроя на каждого ученика, на каждую группу. Соблюдать их интересы, учитывать их при подборе материала – это основополагающий момент. Я понимаю, что здесь, возможно, есть учителя и первого иностранного, и второго, но здесь между двумя подходами принципиальная разница. Если, как первый иностранный, у вас жесткая программа, и вы должны соблюдать, и у вас есть шанс обучить соответствующему уровню ваших учеников, со вторым иностранным, я еще раз, извините, если я кого-то разочарую, не обольщайтесь, у вас шанс обучить их чему-то, если у них не поддерживается постоянно мотивация, практически нулевой. Потому что, когда провозглашается коммуникативная методика и один раз в неделю, это абсолютный нонсенс, это невозможно. То есть у учителя иностранного, как второго, остается очень маленький выбор среди двух крайностей. Или первая крайность – забыть о коммуникативной методике и заняться чисто грамматически-переводным методом, что, на мой взгляд, является преступлением. Но вот в этом случае, да, у вас будет четкий материал, вот количество лексики, которые вы должны выучить, вот количество грамматических конструкций, которые вы должны выучить, и вот учите. А я у вас буду проверять, сколько вы выучите. Но, извините, это, по-моему, это гибель для второго иностранного. Я не знаю, как долго ученики, но это зависит от школы, вытерпят подобные вторые иностранные, но, во всяком случае, отдачи от подобной методики не будет совершенно точной. Или вторая крайность – это крайность, когда, да, учеников вы не сможете отработать с ними материалы, если у них нет индивидуального времени подготовки к уроку. То есть, если это реальные ученики второго иностранного, вы их можете только мотивировать и стараться, чтобы они пропитывались страноведческими материалами и в пассиве аккумулировали как можно большее количество лексики, которые предоставят им доступ к различным, как можно более широкому объему материалов на испанском языке. И вот здесь то, что мы говорили, вы выбираете то, что может интересовать ваших учеников. И я ещё раз повторяю, здесь вопрос номер один – это индивидуальная мотивация и познавательный интерес. То, что, как я назвала своё выступление. Вот, ладно, продолжу, ещё одно. Там же, в материале, о котором мы сейчас говорим, это «Sappos y princesas el mundo es». Один из разделов – это дистанционные путешествия по Испании. Вот тоже призываю. Это великолепный раздел. «Въезжа и conoce los principales monumentos de España sin moverte de casa». «Las mejores visitas a monumentos de España desde casa». И, например, где очень много этих monumentos, я взяла номер один просто – «Alambra». Это официальный сайт, который ещё был разработан Министеррио de Educación, культура и депорте de España, где вы можете дистанционно просто осуществить путешествия по любой достопримечательности Испании. Вот здесь сначала идёт вид с воздуха красными точками. Здесь внизу это всё приближается, отмечены самые основные разделы. И всё это название, везде можно увидеть информацию об этом, дворце, об этом сооружении, об этом строении. И дальше вы можете посетить каждый из этих монументов с великолепными фотографиями. Это, вы знаете, вот эта визуальная дистанционная экскурсия по достопримечательности. Любого заинтересует такое дистанционное путешествие, тем более, к сожалению, сейчас в Испанию невозможно, так сказать, очно познакомиться, но заочно ребятам будет очень интересно попутешествовать по Испании и учителям тоже. И вот дальше это мануалидадес, о чём я говорила. Огромный раздел, тот типо мануалидадес, для самых маленьких. То есть каждый тоже здесь в мануалидадес может найти что-то, что ему понравится и предложить ребятам сделать какую-то из этих мануалидадес. Визиты, да, следующий, извините, у нас остается всего три минуты, поэтому я перейду к следующему. Это визиты в музеи. Вот одна из страниц, которые я рекомендую, музей Тисона. Великолепная коллекция, которая прекрасно тоже функционирует в режиме онлайнового визита в музей. Вот вы можете зайти, визита, виртуаль, выбрать в меню коллекцион, и визита, виртуаль прекрасно функционирует, в частности в этом музее, потому что, к сожалению, я пыталась, это есть во всех музеях, но, например, в Праду уже повисла эта система, она не функционирует сейчас, потому что, видимо, слишком много желающих сделать виртуальный визит в музей Праду. И вот здесь каждая картина, все это реально можно познакомиться со всеми. И, например, одно из заданий, которое можно дать ученикам, найти картины de los pintores rusos, и там есть огромное, ну, несколько залов, посвященных теме пионерас. «Мухерис артиста della vanguardia russa». Имена, которые у нас, к сожалению, школьники часто, если не увлекаются искусством, мы не слышали. А здесь представлены эти картины и рассказывается об этих художниках, каково их место в искусстве, какую тенденцию в искусстве они представляют и так далее. Наталья Гончарова с целыми большими, красивыми информативными страницами. И последнее, к чему я хочу, вот так сказать, к чему мы подобрались, это литература. Книги «La biblioteca digital». И вот здесь я еще раз призываю, мы, по-моему, уже несколько раз говорили. «Элео» – это официальная виртуальная библиотека Министерства образования и профессиональной подготовки Испании. Я очень надеюсь, что вы сможете этими материалами воспользоваться. Здесь только требуется регистрация. Не волнуйтесь, регистрацию подтверждает наш Атташе, и он всегда с большой радостью и благодарностью относится к любому пришедшему заявлению, заявке на регистрацию в этой системе. Система сейчас очень богатая. Акширная литература здесь представлена как для чтения, лектура с градуадос для разных уровней, так и для учителей. Методы, которые можно скачать, я имею в виду грамматика, дополнительная лексика, прекрасно это все отсюда скачивается. И вот характеристики этой библиотеки, ресурс абсолютно бесплатный. И вот что здесь можно найти, я вас просто оставляю. К сожалению, мое время заканчивается. На последней страничке еще раз призываю, пользуйтесь всеми этими ресурсами. Большое спасибо за внимание. Всего хорошего. Будьте здоровы.